здравствуйте дорогие друзья гости и подписчики моего канала в преддверии дня святого валентина я решила связать вот такую валентинку сердце сердечко и попробовала снять на него мастер-класс для этого по 3 нам потребуется пряжа у меня это пряжа yarnart джинс 55 процентов хлопок 45 процентов полиакрил color номер 90 в 50 граммах 160 метров также понадобится крючок 2 миллиметра ножницы и иголочка для того чтобы спрятать кончики приступим вязать сердечко я буду повод этой схеме ссылку на схему я оставлю под видео вяжем первый ряд набираем 19 воздушных петель провязываем первую закрепительную петлю затягиваем ее у нее набираем 19 воздушных петель 1 2 3 4 в седьмую петлю воздушной цепочки провязываем столбик с одним накидом петлю на крючке не считаем 1 2 3 4 5 6 7 в нее провязываем столбик с одним накидом 1 воздушная петля пропускаем одну петлю цепочки следующую провязываем столбик с одним накидом опять повторяем 1 воздушная петля пропускаем одну петлю цепочки следующую столбик с одним накидом так вяжем до конца ряда воздушная петля пропускаем 1 петлю цепочки следующий столбик с одним накидом конце ряда также 1 воздушная петля пропускаем 1 петлю цепочки в последнюю воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом первый ряд провязан у нас получилось вместе с петлями подъема 8 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 7 8 провязываем второй ряд делаем 3 воздушные петли 1 2 3 разворачиваем вязание делаем одну воздушную петлю столбик с накидом столбик предыдущего ряда и также повторяем до конца ряда 1 воздушная петля столбик с накидом столбик предыдущего ряда воздушная петля столбик с накидом и последний столбик с накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда второй ряд провязан таких рядов нам нужно связать еще четыре снова делаем 3 воздушные петли разворачиваем вязание 1 воздушная петля столбик с накидом столбик предыдущего ряда и продолжаем также воздушная петля столбик с накидом и так до конца ряда все провязываем еще 4 ряда и встречаемся в конце 6 ряда я провязала 6 рядов дальше будем вязать обвязку вот этот по схеме здесь нить обрывается и привязывается вот сюда вот но я не буду обрывать я сделаю соединительные столбики и не так как по схеме вот в этот столбик я посмотрела по симметрии чтобы было одинаково вот здесь нужно начать вот отсюда чуть раньше тогда будет посерединке поэтому я делаю так вот мы провязали дальше разворачиваем вязание и делаем 5 соединительных столбиков я делаю под цепочку первый соединительный столбик второй столбик столбик предыдущего ряда соединительный 2 3 под цепочку 4 столбик предыдущего ряда и 5 тоже под цепочку вот получилось мы провязали 3 и еще следующие воздушную под воздушную петлю дальше провязываем 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 и делаем соединительный столбик вот 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 и тут остается так же как сначала ряда у нас 1 2 3 столбика и под вот эту цепочку делаем соединительный столбик далее провязываем 3 воздушные петли и делаем соединительный столбик под вот эту вот войнают вот этим столбиком предпоследним так затем разворачиваемся это у нас будет провязываем 12 столбиков с накидом под вот эту вот воздушную цепочку делаем накид 1 столбик 2 3 3 4 5 6 7 12 все провязали 12 столбика с одним накидом под воздушную цепочку теперь нам нужно прикрепить ее к предпоследнему столбику с накидом предыдущего ряда делаем соединительный столбик вяжем второй ряд 3 воздушные петли и нам нужно тоже прикрепить их 3 воздушные петли подъема которые мы делали вот прошлом предыдущем ряду соединяем теперь разворачиваем вязание это у нас уже как первый столбик с накидом 2 ряда провязываем одну воздушную петлю и теперь будем делать в каждый столбик предыдущего ряда поступок по одному столбику с накидом провязываем опять одна воздушная петля столбик с накидом столбик предыдущего ряда всего нам должно их получится 12 первые уже это 3 воздушные петли и еще 11 нужно провязать между ними одна воздушная петля вяжем до конца ряда вязали 12 столбиков с одним накидом включая 3 воздушные петли между ними по одной воздушной петли и в конце тоже также делаем одну воздушную петлю после 12 столбика с накидом и нам нужно прикрепить ее к 3 воздушной петли подъема предыдущего ряда второй ряд провязан затем мы переходим на вот эту сторону и вяжем такие же два ряда по вот этой стороне чтобы дойти до вот этого места нам нужно провязать также соединительные петли провязываем под цепочку 1 2 столбик 3 4 5 под цепочку еще один соединительные перейти чтобы вот в этот вот столбик делаем также 6 воздушных петель 123456 и прикрепляем его вот в этот столбик через получается через один столбик соединительным столбиком далее 3 воздушные петли 123 соединяем вот в этот вот в это место предыдущего это боковая получается у нас часть здесь у нас были столбики и петли подъема вот в предыдущий до конца ряда затем разворачиваем вязание и провязываем под цепочку также 12 столбиков с одним накидом 1 2 3 и 12 прикрепляемся к следующему столбику предыдущего ряда соединительным столбиком первый ряд провязан вяжем второй ряд провязываем 3 воздушные петли 123 которые заменяют у нас первый столбик с одним накидом и прикрепляемся вот получается это вот наша была боковая сторона к этой стороне тоже соединительным все разворачиваем вязание делаем одну воздушную петлю и теперь также в каждый столбик предыдущего ряда вяжем один столбик с накидом 1 воздушная петля и повторяем до конца ряда столбик с одним накидом воздушная петля столбик с одним накидом воздушная петля в конце ряда провязан также двенадцатый столбик с с одним накидом делаем одну воздушную петлю и прикрепляемся соединительным столбиком к началу нашего вязания все второй ряд второй стороны сердечко провязан далее будем делать обвязку всего сердечко я обвязку буду делать так вот мы находимся сейчас над вот этим столбиком тела и провязываем сюда же столбик без накида и делаем пиком провязываю 3 воздушные петли 1 2 3 затем вот под вот эти вот 2 петельки делаем столбик без накида все ниточку одновременно я буду прятать под провязанные петли под воздушные петли между столбиками провязываем столбик без накида затем следующий столбик тоже провязываем столбик без накида и делаем пиком провязываем 1 2 3 воздушные петли опять же под вот эти вот две петельки провязываем столбик столбик без накида и так пока повторяем до конца делаем под воздушные цепочки столбик без накида столбик провязываем столбик без накида и делаем пиком 1 2 3 столбик без накида столбик без накида вот что у нас получается вот мы провязали пику над последним столбиком этой стороны далее у нас идет уголок где мы провязывали воздушные петли на повороте до провязываем так делаем под воздушные петли 1 столбик без накида сюда же еще один столбик без накида над ним пико 1 2 3 и сюда же еще один столбик без накида все уголочек мы провязали дальше переходим на вот эту вот на следующую сторону точно так же над каждым столбиком делаем пико между ними по одному столбику без накида вот мы провязали один столбик без накида теперь делаем пико над следующим столбиком вяжем столбик без накида 1 2 3 пико столбик без накида и так провязываем дальше по всему периметру вот здесь вот над каждым столбиком также повод этой стороне здесь тоже над каждым столбиком пико между ними столбик без накида и встречаемся вот здесь вот вот я провязала пико над двенадцатым столбиком предыдущего ряда далее провязываем под воздушную петлю предыдущего ряда столбик без накида и переходим на следующую сторону здесь мы пропускаем 3 воздушные петли которые мы набирали в начале предыдущего ряда и под воздушную петлю предыдущего ряда делаем столбик без накида и далее мы также делаем обвязку по этой стороне над столбиками делаем пико под воздушные петли провязываем столбик без накида их у нас здесь получится 12 пико провязываем столбик без накида делаем пико подсыпь воздушную петлю столбик без накида и вяжем здесь до конца ряда здесь встретимся вот я провязала сделала обвязку по второй стороне сердечко дошла до конца ряда между столбиками также делаем столбик без накида и соединительный столбик здесь вот в начало нашей обвязки затем делаем одну воздушную петлю петлю вытягиваем ниточку обрезаем все наше сердечко готово теперь его нужно будет отпарить чтобы она стала ровненьким и спрятать ниточку еще ниточку прячем на обратной стороне сердечко просто продеваем иголочку ну кто-то может быть крючком прячет мне удобнее так ниточку вырезаю вот я отпарила сердечко она стала совершенно ровненькая спасибо что были со мной прошу не судить меня строго за этот мастер-класс он у меня первый это мое первое видео мне еще много чего нужно научиться конечно я думаю что с опытом потом уже я буду снимать более качественные хорошие видео спасибо большое за внимание всего доброго